Что же из себя представляет паническая атака? Это прежде всего внезапный приступ страха. Бывает даже страх панических атак страшнее того состояния, нежели вы попадаете в саму паническую атаку. Как правило, пугает в этом состоянии страх, что я сейчас умру. Методика возвращения в реальность. Одна мысль о том, что вы можете сейчас проделать возвращение в реальность, будет отодвигать паническую атаку. Вы взяли, потрогали, сказали, вот она подушка, она реальна, и она сейчас рядом со мной. Сделай три глубоких вдоха и таких же три спокойных продолжительных выдоха. Всем привет, дорогие друзья, и с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня мы с вами поговорим на такую злободневную тему, как панические атаки. Все больше и больше людей становятся подвержены паническим атакам. К сожалению, это реальность нашего времени, и очень много клиентов, пациентов обращаются с просьбой помочь им, психологам, неврологам и психиатрам. Что же из себя представляет паническая атака? Но прежде всего это внезапная вспышка страха, которая сопровождается вегетой сосудистыми изменениями. Как я уже сказала, паническая атака – это эмоциональное состояние, внезапное состояние. И бывает страх панической атаки страшнее самого пребывания в этом состоянии. Время пребывания в панической атаке у всех разное. От нескольких минут, ну, допустим, до 10 минут. И у некоторых бывает 30-40 минут. И даже в течение часа человек может находиться в этом тяжелом состоянии. Как правило, пугает в этом состоянии страх, что я сейчас умру. Жизнь закончилась, я задыхаюсь, мне настолько плохо, что некоторые даже говорят, у меня начинается инсульт, у меня начинается инфаркт. И когда я спрашиваю, а вы знаете, как это инсульт? Они говорят, нет, у нас никогда не было инсульта. Но мы настолько его боимся, что провоцируем его наступление. Так, есть прекрасная методика, которая будет вас возвращать в эту реальность, которая так и называется методика возвращения в реальность. Она направлена на устранение панической атаки. И если даже вы в нее попали, вы можете начинать делать эту методику. И, скорее всего, паническая атака отступит. Я рекомендую выполнять ее как можно чаще для того, чтобы вы умели концентрироваться на этой методике, ее исследовали, умели применять. И эта методика может помогать вам профилактически. Я рекомендую вам методику погружения в эту реальность. Для того, чтобы она хорошо работала, работала даже профилактически, нужно научиться ее применять. Для этого ежедневно нужно будет проделывать определенные процедуры, определенные действия, которые будут нивелировать вашу паническую атаку. И по мере того, как вы будете на этом концентрироваться, одна мысль о том, что вы можете сейчас проделать возвращение в реальность, будет отодвигать паническую атаку. Это так называемая палочка-выручалочка, которая будет всегда с вами. Итак, приступаем. Возвращение в реальность. Что для этого нужно сделать? Но для начала, если вы понимаете, что паническая атака вот-вот уже наступает на вас, вам нужно сделать три глубоких вдоха и три глубоких, спокойных, медленных выдоха. И так начинаем. Глубокий вдох. И такой же спокойный длительный выдох. Так вы делаете три раза. И уже в этот момент, когда вы проделываете эти глубочайшие вдохи и выдохи, вы уже успокаиваетесь. Ваша психика сконцентрирована на вашем дыхании. В дальнейшем вам нужно будет найти пять простых вещей. Желательно, чтобы эти вещи находились в вашей комнате. И если даже паническая атака наступает в ночной период, вы можете спокойно открыть глаза и сконцентрироваться на них. Три вещи должны быть в вашем окружении. Они должны быть видны. И вы можете их, конечно же, пощупать. Это самое главное. Если вы находитесь в спальне, то, конечно же, это может быть подушка. Итак, первый предмет подушка. Вы взяли, потрогали, сказали, вот она подушка, она реально, и она сейчас рядом со мной. Дальше вы можете потрогать что угодно. Кресло, возможно, это простынка. Либо что-то ближайшее в вашей комнате. Это может быть занавески. Вы говорите, да, это рядом со мной, это безопасно, это все находится рядом со мной. Итак, три вещи, которые вы можете тактильно ощутить, пощупать и сосредоточить свой взгляд на них и свои тактильные ощущения. Четвертая вещь должна быть вами слышима. Это могут быть часы, которые тикают. Скорее всего, это настенные часы, которые тикают. Это может быть проезжающие машины за окном, которые постоянно едут и издают звук. Вы сконцентрировались на этом звуке. Понимаете, что вы не только видите предметы в комнате, но и слышите предметы в комнате и на улице. И пятый элемент – это духи. Вы можете наносить их на запястье, вы можете понюхать. Возможно, какая-то аромалампа рядом с вами будет стоять. Это тот пятый элемент, который вы можете понюхать и ощутить свой любимый запах. Этого будет достаточно. Этой концентрации на пяти предметах будет достаточно для того, чтобы перевести свое внимание, направить фокус внимания во внешний мир. Не вовнутрь – ой, как мне сейчас страшно, как больно, и это снова подступает. Вы переносите свое внимание во внешний мир, во внешнее, и начинаете искать те предметы, которые сейчас я вам перечислила. И это будет отодвигать вашу паническую атаку. В заключении методики возвращения в реальность вам необходимо тоже сделать три глубоких вдоха и таких же три спокойных продолжительных выдоха, чтобы полностью успокоиться, прийти в себя, ощутить эту безопасность и снова продолжать отдыхать, либо заниматься вашими повседневными занятиями. Существует масса других технологий, методик, которые будут помогать вам справляться с паническими атаками. Но о них я расскажу в моих следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я с удовольствием буду рассказывать новые интересные темы для вас. И всего вам доброго! До новых встреч, друзья! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok